Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сообщается, что Пророк, саляллаху алейхи ва салям, сказал, в какие бы дни не совершались праведные дела, больше всего Аллах любит их совершение в эти дни, то есть первые 10 дней месяца Зульхиджа. Слова Пророка, саляллаху алейхи ва салям, в какие бы дни входят абсолютно все дни, то есть в них входят как дни месяца Рамадан, так и дни остальных месяцев. Хадис Ибн Аббаса указывает на то, и это является более правильным из мнений ученых, что первые 10 дней месяца Зульхиджа лучше, чем последние 10 дней месяца Рамадан. Это что касается дней, так как ночи следуют за днями. А что касается последних 10 дней месяца Рамадан, то в них есть одна ночь, которая лучше других, а это ночь предопределения. Ночь предопределения лучше, чем все остальные ночи. Поэтому мы скажем, что если смотреть со стороны дней, то первые 10 дней месяца Зульхиджа лучше, чем последние 10 дней месяца Рамадан. А если смотреть со стороны ночей, то ночь предопределения лучше, чем 10 ночей месяца Зульхиджи. То есть мы имеем 10 последних ночей месяца Рамадан и 10 ночей месяца Зульхиджи. Ночи первых 10 дней месяца Зульхиджа следуют за этими днями. А что касается последних 10 ночей месяца Рамадан, то в них нет никакого превосходства, кроме одной ночи. А это ночь предопределения. Исходя из этого, мы скажем, что ночь предопределения является наилучшей ночью абсолютно. И нет такой ночи, которая могла бы сравниться с ней, или которая была бы лучше нее. А что касается дней, то наилучшие дни вместе с их ночами – это первые 10 дней месяца Зульхиджа. Понятно? Мы скажем, что более правильное изменение обладателей знания – первые 10 дней месяца Зульхиджа – лучше, чем последние 10 дней месяца Рамадан. Исключение из этого – только ночь предопределения. Это общий смысл его, саллиллаху алейхи васалям, слов. В какие бы дни не совершались праведные дела, больше всего Аллах любит их совершение в эти дни. Сподвижники спросили, и даже джихад на пути Аллаха? На что он ответил, и даже джихад на пути Аллаха, если только речь не идет о человеке, который вышел сам вместе со своим имуществом, и ничего из этого не вернулось назад. Тот, кто совершил любое благое дело в первые 10 дней месяца Зульхиджа – это его дело лучше, чем все дела, кроме дел муджахида на пути Аллаха, который вышел сам вместе со своим имуществом, и ничего из этого не возвратилось назад. Только это дело лучше, чем дела, совершенные в первые 10 дней месяца Зульхиджа. Хорошо, шейх? А если человек, например, поклонялся Аллаху в течение первых десяти дней месяца Зульхиджа, допустим, он выстаивал ночные молитвы в первые десять ночей месяца Зульхиджа, а другой человек выстаивал в молитве Ночь предопределения. Ночь предопределения лучше опираясь на слова Всевышнего Аллаха. Откуда ты мог знать, что такое Ночь предопределения? Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. То есть его ночная молитва, совершенная в одну Ночь предопределения, «Лучше, чем ночная молитва в течение 10 ночей Зульхиджи, эта ночь лучше любой другой ночи». То есть если человек выстаивал в молитве ночь предопределения, застав ее, а другой выстаивал первые 10 ночей месяца Зульхиджа, мы скажем, застать эту ночь будет лучше. Эта ночь лучше, чем 1000 месяцев. Поэтому правильное мнение – ночь предопределения лучше любых других ночей, сравниваемых с ней. Однако мы не говорим, что все последние ночи месяца Рамадан, в общем, лучше, чем все первые 10 ночей месяца Зульхиджи. Напротив, мы говорим, что наилучшее из этих ночей – это только ночь предопределения. А что касается остальных ночей Рамадана, то первые 10 ночей месяца Зульхиджа лучше них. Например, если человек выстаивал в молитве одну из последних ночей месяца Рамадан, но не ночь предопределения, а другой выстаивал в молитве одну ночь из последних 10 ночей месяца Зульхиджа, то мы скажем, что тот, кто выстаивал в молитве одну из первых ночей месяца Зульхиджа, лучше, чем тот, кто выстаивал в молитве одну из последних ночей месяца Рамадан, за исключением ночи предопределения. Можно ли в эти дни собираться джамаатом на ночные намазы и совершать вместе, как это делается в Рамадан? Десять последних ночей месяца Рамадан выделены совершением в них молитвы. А Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, побуждал мусульман, чтобы они выстаивали в молитве последние десять ночей месяца Рамадан. Более того, чтобы они выстаивали в молитве весь месяц Рамадан. Как сказал Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, кто будет выстаивать в молитве месяц Рамадан с верой и надеждой, тому будут прощены предыдущие грехи. Это относится к отличительным поклонениям Рамадана. Также Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал относительно Рамадана, тот, кто будет выстаивать молитву вместе с имамом до тех пор, пока он не покинет свое место, тому будет записана награда, как будто он выстаивал в молитве всю ночь. Поэтому из той сунны, которую совершали мусульмане в месяц Рамадан, это оживление ночей этого месяца совершением молитвы Джамаатом, что является отличительным поклонением Рамадана. И это распространяется только на месяц Рамадан. Поэтому мы не можем сказать, что из сунны, чтобы мы оживляли первые десять ночей месяца Зульхиджа совершением молитвы в Джамаате. Однако, если случилось так, что некоторые братья или жители одного дома собрались вместе и захотели помолиться в одну из этих ночей Джамаатом, не подразумевая под этим, что это является сунной и что это узаконено, в этом случае мы скажем, что в этом нет проблем. Но это не является сунной. От Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, приводится, что он совершал ночную молитву и с ним совершал ее Ибн Аббас, как об этом сообщается в Сахихах Аль-Бухари и Муслима. Также сообщается, что он, саллиллаху алейхи вассалям, молился ночью и с ним молился Ибн Аббас, как это приводится в Сахихе Муслима. Также сообщается, что он совершал молитву ночью и с ним ее совершал Хузейфа, да будет довольным Всевышний Аллах. Однако не было узаконено и не было сунной, чтобы совершать это на постоянной основе. Просто совпало так, что рядом оказался Хузейфа или Ибн Аббас, и он, саллиллаху алейхи вассалям, молился с ними, что указывает на то, что нет проблем в том, чтобы молиться Джамаатом. Исходя из этого, мы скажем, что если некоторые братья или жители одного дома собрались вместе в первые 10 дней месяца Зульхиджа и захотели оживить эти ночи совершением молитвы в Джамаате, мы скажем, что это не является сунной, но также в этом нет проблем. Хорошо, да благословит вас Аллах, шейх. Например, мы знаем, что награда за молитву, совершенную в Джамаате, превышает награду молитвы, совершенной в одиночку, в 27 раз. Тут речь идет об обязательной молитве. Только об обязательной. А что касается других молитв, то их превосходство возвращается к самому молящемуся. То есть к тому, насколько трепетно его сердце и лучшее его состояние. Однако является сунной в месяц Рамадан, чтобы люди оживляли ночи этого месяца совершением молитвы в Джамаате, потому что так делали саллифы, да буди доволен имя Аллах. Ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, совершал со своими сподвижниками молитву в некоторые ночи Рамадана. Он, саллиллаху алейхи вассалям, молился с ними Джамаатом 21-ю, 23-ю, а также 25-ю и 27-ю ночи. А затем, как сказал Абу Зар, да буди доволен им Всевышний Аллах, мы сказали ему, «Если бы ты провел с нами в молитве оставшуюся часть этой ночи, о посланник Аллаха». На что он, саллиллаху алейхи вассалям, ответил, «Тот, кто будет выстаивать молитву вместе с имамом до тех пор, пока он не покинет свое место, тому будет записана награда, как будто он выстаивал в молитве всю ночь». Что касается ночей месяца Рамадан, то узаконено в них совершение молитвы Таравих. И Омар ибнуль-Хаттаб, да буди доволен им Всевышний Аллах, ведь собрал людей в этой молитве, и люди стали совершать эту молитву в мечетях. То есть они стали совершать молитву Таравих в мечетях Джамаатом, что является сунной, которую соблюдают мусульмане, начиная со времен саллифов. А что касается других молитв, как, например, молитва Ад-Духа, или совершение ночной молитвы не в месяц Рамадан, то мы скажем, что не является узаконенным совершением этих молитв в Джамаатом. Однако в этом также и нет проблем. То есть если соберутся два человека и совершат молитву Ад-Духа Джамаатом, то мы скажем, что в этом нет проблем. Если один раз в году соберутся три человека и совершат ночную молитву Джамаатом, то в этом также нет проблем. Однако не является сунной, чтобы мы преднамеренно поклонялись Аллаху Субхану Ута'аля этими коллективными молитвами. Следующий вопрос, который мы зададим шейху, что касается желательных действий, которые должен сделать тот человек, который намеревается принести жертвоприношение, что является желательным для него. Во-первых, самое важное дело, в котором нуждается тот, кто хочет принести жертву, чтобы он совершил свое жертвоприношение ради лика Аллаха Субхану Ута'аля, и чтобы он этим желал приблизиться ко Всевышнему Аллаху. Пролитие жертвенной крови – это поклонение, посредством которого приближаются к Аллаху Субхану Ута'аля. Раб получает награду за эту кровь, проливаемую им ради Аллаха Субхану Ута'аля. Он кушает это мясо, раздает его как милостыню и получает за это награду. Прежде всего, человек должен желать лика Аллаха при совершении жертвоприношения, закалывания животного только ради Аллаха, потому что есть некоторые люди, которые закалывают в жертву сверхобязательного, увеличивая количество жертвенных животных до пяти, шести или семи животных, по причине чего у них может появиться что-то из показухи. Также из желательных дел при совершении жертвоприношения, чтобы человек покупал самых лучших и самых дорогих животных у их хозяев, чтобы животное было толстым и большим, и самым лучшим из жертвенных животных, потому что его будут приносить как дар для Аллаха Субхану Ута'аля. Ведь Пророк, саляллаху алейхи ва салям, принес в жертву наилучшего из баранов, который был большим, его цвет был белым, но вокруг его глаз были черные круги, вокруг его рта были черные пятна, над его копытами была черная шерсть, и его брюхо тоже было черным. Не имеется в виду, что нужно приносить в жертву именно такого барана, но смысл в том, что нужно зарезать хорошего барана. Поэтому желательно, чтобы человек выбрал наилучшее жертвенное животное из баранов, и в этом случае, по более правильному мнению обладателей знания, принести в жертву барана наиболее предпочтительнее, чем принести в жертву верблюда или корову, потому что Пророк, саляллаху алейхи ва салям, приносил в жертву баранов. Несмотря на то, что некоторые обладатели знания считают, что наилучшее жертвенное животное – это верблюд, затем идет корова, а затем баран. Но мы скажем, что более правильное мнение, Пророк, саляллаху алейхи ва салям, приносил в жертву баранов, и его сподвижники тоже приносили в жертву баранов. Сунна, чтобы человек принес в жертву хорошего рогатого барана самца, то есть, чтобы он был большим и толстым, и чтобы он стоил дорого. Это то, что более предпочтительно. То есть, желательно, чтобы жертвенное животное было из самых лучших баранов, которого может купить мусульманин. Потому что он посредством заклания этого животного будет приближаться к Аллаху, субхану ва тааля. Потому что есть люди, покупающие плохих животных, которых они не преподнесли бы своим гостям. И нет сомнения, что подобное происходит из-за того, что люди не возвеличивают должным образом обряды Всевышнего Аллаха. Также при заклании жертвенного животного является желательным, чтобы человек раздал часть этого мяса в качестве милостыни. То есть, он кушает сам часть этого мяса, а другую часть раздает. Также и сунны жертвоприношения, чтобы человек сразу после праздничной молитвы принес в жертву свое животное. Он лично приходит на место жертвоприношения и своей рукой режет жертвенное животное, если он может сделать это. А если он не может этого сделать, то он может прийти на место жертвоприношения и сообщить закалывающему, что он сам помянет имя Аллаха и произнесет слова Такбира. Он говорит, «О Аллах, это от тебя и тебе». Если он режет это животное от своего имени, то он не должен называть самого себя. А если он режет его за какого-либо умершего мусульманина, то он говорит, «О Аллах, это от такого-то, сына такого-то», если ему было оставлено такое поручение от умершего. Также из того, что является желательным при жертвоприношении, чтобы человек не кушал перед тем, как отправиться на праздничную молитву, но сунна покушать только как вернется с нее. Мы упоминали относительно молитвы Идуль-Фитр, что человеку желательно покушать прежде, чем отправиться на праздничную молитву. А что касается Идуль-Алдха, более предпочтительно, чтобы человек не кушал, пока не вернется. И это для того, чтобы первое, что он поел, было мясо его жертвенного животного. Это является наиболее предпочтительным. Это некоторые вещи, которые являются желательными при жертвоприношении. Также из желательных вещей при жертвоприношении, если человек собрался приносить жертву, он воздерживается от удаления волос и кожи. Он не постригает усы или волосы или ногти, и не удаляет что-то из своей кожи. На это указывает хадис, приводимый муслимом со слов Ум Салямы, что когда пророк, салли Аллаху алейхи уасалям, собирался принести жертву, он не удалял ни своих волос, ничего-то из своей кожи. И это несмотря на то, что некоторые ученые ослабили этот хадис. Однако то, что для нас важно тут, это то, что... что тот, кто хочет совершить жертвоприношение, походит своим состоянием на тех, кто находится в их храме. Точно так же, как человек, находящийся в их храме, не постригает своих волос и ногтей, и совершает жертвоприношение Аллаху subhanahu wa ta'ala в состоянии своего их храма. Также и тот, кто собирается принести жертву, походит на человека, находящегося в их храме тем, что он не постригает своих ногтей и волос, будь это волосы усов, головы или любые другие волосы, которые удаляются. Сунна воздержаться от их удаления на протяжении 9-10 дней, пока не зарежет свое жертвенное животное. Это то, что является желательным и наиболее предпочтительным для тех, кто желает совершить жертвоприношение. Получается, шейх с этого момента для него лучше, это начинается с момента, когда увидит новый месяц Зульхиджи. Тот, кто хочет принести жертву, может быть в двух состояниях. Человек, который не думал совершать жертвоприношение, но это намерение у него появилось за день до праздника, он воздерживается от удаления волос и ногтей с того самого момента, то есть за день до праздника. Понятно? То есть у человека не было намерения совершить жертвоприношение, так как у него не было денег, или у него не было возможности. Но за день до праздника у него появились деньги, и он сказал, что хочет принести жертву. Мы скажем, как только он пожелал принести жертву, то начинай воздерживаться от удаления волос и ногтей, пока не зарежешь свое жертвенное животное. Другой человек захотел совершить жертвоприношение еще до начала первых 10 дней месяца Зульхиджи. Он же определил себе жертвенное животное, и его деньги находятся у него. Мы скажем, как только будет увиден новый полумесяц Зульхиджи, он начинает удерживаться от удаления волос, ногтей и кожи. Это является сунной. Но вместе с тем мы скажем, что удержание от удаления этих вещей не является условием действительности жертвоприношения. Напротив, если даже человек поступил вопреки этому, постриг свои волосы и ногти, и удалил что-то из кожи, мы скажем, что ему дозволено совершить жертвоприношение. Не является условием жертвоприношения, чтобы человек удерживался от удаления всего этого. Напротив, если какой-то человек сказал, что он собирается принести жертву, а затем он постриг свои ногти и усы и сбрил волосы на голове, после чего сказал, что теперь он не может совершить жертвоприношение, мы скажем, что это не так. Ты можешь совершить жертвоприношение. Понятно? То, что ты постриг волосы или ногти, не препятствует тому, чтобы ты совершил жертвоприношение. Мы скажем, что удержание от этого это только сунна. Ты удерживаешься от удаления этих вещей только для того, чтобы твое состояние походило на состояние тех, кто находится в их храме. Каков хукм жертвоприношения, является ли это уаджибом? По более правильному мнению обладателей знания, жертвоприношение – это сунна, настоятельно рекомендуемая к совершению для тех, у кого были деньги и возможность. Мы говорим, что хукм жертвоприношения – это сунна, настоятельно рекомендуемая к совершению. Поэтому каждый, у кого есть возможность, должен совершить жертвоприношение от себя и своих домочадцев. Более правильное мнение обладателей знания, что жертвоприношение является сунной, настоятельно рекомендуемой к совершению, а не ваджибом. Ведь пришло от Абу-Хурейры, что он, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, «Каждая мусульманская семья должна совершать жертвоприношение каждый год». Также подобное приводится в других хадисах. Но хадис Абу-Хурейры останавливается на нем самом. Также Абу-Хурейра передал следующие слова. «Тот, кто не совершит жертвоприношение, он не из нас». Но они являются словами самого Абу-Хурейры, да будет довольным Всевышний Аллах. Правильное мнение, что пророк, саллиллаху алейхи ва салям, совершал жертвоприношение, а также его совершали после него и его сподвижники, да будет доволен им Всевышний Аллах. Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сообщил, что тот, кто имеет возможность, пусть принесет жертву. Также он, саллиллаху алейхи ва салям, разделил между своими сподвижниками жертвенных животных, чтобы они принесли их в жертву и дал Укубе ибн Амиру барашку, сказав, «Это не будет засчитано кому-либо другому, кроме тебя». Все это указывает на то, что жертвоприношение – сунна, и что оно является поклонением, посредством которого приближаются к Аллаху, субханаху ата'аля. Но если человек не совершит жертвоприношение, он не является грешником. Однако из сунны самое лучшее, посредством чего раб приближается к своему Господу, субханаху ата'аля, в эти дни – это пролитие жертвенной крови. Нет поклонения, которое было бы лучше этого поклонения в этот день, то есть день Аида, а также 11, 12 и 13 числа. Самое лучшее, посредством чего приближаются к Аллаху, субханаху ата'аля, в эти дни – это пролитие жертвенной крови, а это заклание жертвенного животного. Настоятельно рекомендуемо для каждого мусульманина, чтобы он совершил жертвоприношение от себя и своих домочадцев. Тут есть один момент. Будет достаточно принести в жертву одно животное за один дом, в котором, например, живет 10 человек. Человек может зарезать свое животное, сказав, «О Аллах, это от меня и от моих домочадцев». Однако если несколько семей живут раздельно, каждая из которых имеет свой дом, то мы скажем, что сунна, чтобы Зейд принес жертву от себя и от своей семьи, и Мухаммад принес жертву от себя и от своей семьи. Это поклонение не относится только к мужчинам, ведь так? Женщине также дозволено совершать жертвоприношение от самой себя и от своих домочадцев. Например, какая-то женщина вдова или разведенная, или у ее мужа нет денег, или он сказал, что не будет совершать жертвоприношение. В таких случаях женщина совершает жертвоприношение, и она говорит «О Аллах, это от меня и моих домочадцев». Таким образом, она режет жертвенное животное, или же она поручает это тому, кто зарежет за нее жертвенное животное, сказав «О Аллах, это от такой-то и от ее домочадцев». И ее муж также попадает под эту награду, следуя в этом за ней. Также, шейх, вы упомянули, что жертвоприношение и пролитие жертвенной крови – это поклонение. Вы упомянули это. Однако это у нас является большой проблемой, потому что многие люди совершают это как обычай. То есть, они не понимают, что это поклонение, подобное молитве. Напротив, они совершают это как обычай. Не могли бы вы разъяснить этот момент? Пролитие крови жертвенного животного, будь это сделано как жертвоприношение или как дар, что совершает в Мекке, это поклонение, посредством которого приближается к Аллаху, субхану ва та'аля. Как сказал Всевышний Аллах, «Мы даровали тебе аль-каусар, посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву». Посему совершай намаз ради своего Господа. Тут речь идет о молитве. То есть, Всевышний Аллах объединил между праздничной молитвой и закланием жертвенных животных. Поэтому это является поклонением, совершение которого приказано нам, нашим Всевышним Господом. Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву. А также слова Всевышнего, «Скажи, воистину мой намаз и мои обряды, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху Господу миров». Несмотря на то, что слово «обряда» охватывает все виды поклонения, в него конкретно входит пролитие жертвенной крови. Точно так же, как жертвоприношение не Аллаху, Субханаху, Та'аля, является запретным и приобщением ему с товарищей, также и жертвоприношение Аллаху – это поклонение, за которое раб получает награду. Поэтому обязательно для мусульманина при совершении им жертвоприношения и пролитие этой крови, чтобы принесением этой жертвы он приближался к Аллаху, Субханаху, Та'аля. Он должен сделать пролитие крови этого жертвенного животного поклонением Всевышнему Аллаху. Когда Аллах, Субханаху, заменил Ибрахиму, Аляхи Салам, его сына Исмаиля, на великое жертвенное животное, это стало для нас сунной, которую заложил для нас Ибрахим, Аляхи Салам. Поэтому Всевышний Аллах сделал для нас приближение к Нему в хадже, чтобы мы приближались посредством Него к Аллаху, Субханаху, Та'аля. Что-то из этого обязательно, а что-то желательно. Затем было узаконено для тех, кто не в хадже, чтобы они совершали жертвоприношение. Существует животное, приносимое как дар, которое режет человек, находящийся в их храме. А также есть животное, приносимое как жертва, которое приносит тот, кто не находится в хадже. Животное, приносимое как дар паломникам, бывает либо обязательным, либо желательным. Либо его режут за хадж Аль-Таматту' или хадж Аль-Киран, либо его режут как добровольную жертву дар. Также и жертвоприношение. Мусульманин режет это животное, чтобы приблизиться посредством пролития этой крови и этого жертвоприношения к Аллаху, Субханаху, Та'аля. Ведь пророк, саляллаху алейхи вассалям, сравнил того, кто рано приходит на пятничную молитву с тем, кто приносит в жертву верблюда. Затем, кто приходит во втором часу, подобен тому, кто принес в жертву корову. А приходящий в третьем часу, тому, кто зарезал барана. Затем идет курица, а затем яйцо. Ты приближаешься к Аллаху, Субханаху, Та'аля, через это жертвоприношение. Поэтому позаботься о том, чтобы животное было хорошим и толстым. Поэтому пророк, саляллаху алейхи вассалям, сообщил, что четыре категории животных не годятся – больные, хромые, одноглазые, а также истощенные, не имеющие мяса. Эти четыре категории животных не дозволено приносить в жертву мусульманину. Также нужно стремиться, чтобы не были рассечены глаза или уши, и чтобы рога не были поломанными. То есть, чтобы животное было в совершенном виде для того, чтобы посредством его заклания можно было приблизиться к нашему Господу, Субханаху, Та'аля. Чем лучше состояние жертвенного животного, чем более оно упитанное и чем дороже его цена, тем это лучше и более любимый для Аллаха, Субханаху, Та'аля. Хорошо, а если человек совершает это как обычай, то ему нет никакой награды, да, шеях? Это невозможно представить, чтобы человек резал жертвенное животное в день Ида. То есть, он не ощущает, что он приближается к Аллаху через это жертвоприношение. В этом случае он не получает награды. Все дела оцениваются по намерениям. Тот, кто резал жертвенное животное, сделав это как традицию, а не желая этим лика Аллаха, то это не будет засчитанное ему жертвоприношение. Потому что Пророк, Салли Аллаху, Алейхи Васалям, сказал, воистину все дела оцениваются по намерениям, и воистину каждый человек получит то, что он намеривался получить. А если человек забыл упомянуть имя Аллаха при заклании животного, то есть, в основе он желал приблизиться к этим Аллаху, но забыл. Если человек забыл упомянуть имя Аллаха при заклании животного, то более правильное мнение из мнения обладателей знания, что это жертвоприношение засчитывается по причине наличия у него намерения. Ведь имам Аш-Шафи'и сказал, что в таких случаях ислам человека избавляет его от упоминания имени Аллаха. Если он забыл произнести его, то есть, тот, кто забыл произнести его, тому будет достаточно того, что он мусульманин. Однако это не значит, что он может намеренно оставить произнесение имени Аллаха. Напротив, является обязательным упомянуть его, если мусульманин желает принести жертву. Более того, если он хочет зарезать любое животное или пролить любую кровь, он должен помянуть имя Аллаха, сказав «Бисмиллях». Сунда, чтобы человек сказал «Аллаху Акбар» после поминания имени Аллаха, как это сделал пророк, саллиллаху алейхиусалям, говоря «Бисмилляхи Аллаху Акбар». А затем он говорит «О Аллах, это от тебя и направляется к тебе». «О Аллах, это от меня и от моих домочадцев». Или «Это от такого-то», то есть от того, кто захотел, чтобы от его имени принесли жертву. Хорошо. Также, шейх, вы упомянули, что дозволено приносить жертву от имени умершего. Да, по более правильному из мнений, потому что в этом вопросе существует разногласие среди обладателей знания. Но более правильное мнение, что умерший бывает в нескольких состояниях. Либо умерший сам завещает сделать за него жертвоприношение с его денег, то есть умерший оставил после себя деньги и завещал своим наследникам, чтобы они принесли жертву с этих денег. И эта сумма выделяется из одной третьей части его наследства. В этом случае является обязательным исполнить его завещание и зарезать жертвенное животное на ту сумму, которую он оставил. Второе состояние умершего – когда у него не было денег, но он оставил завещание, чтобы от его имени принесли жертву. Мы скажем, что относится к благочестию, чтобы наследники выполнили его завещание и принесли от его имени жертву, но это не является обязательным для них, потому что у него не было денег. Тут мы скажем, что относится к благочестию и хорошему отношению, чтобы наследники исполнили завещание умершего и совершили жертвоприношение от его имени, что является узаконенным. Третье состояние умершего, когда умерший не оставил такого завещания и не приказывал этого. Но кто-то из его близких или других людей пожелал совершить жертвоприношение от его имени. Мы скажем, что в этом нет проблем, чтобы он принес жертву от его имени. А что касается пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то не сообщается от него, чтобы он приносил жертву от имени Хамзы или кого-то другого из своих сподвижников. Он, саллиллаху алейхи ва салям, только сказал «О Аллах, это от меня и от тех мусульман, кто не смог принести жертву». Однако остается, что это дело считается благочестием и праведным делом, поэтому нет проблем в его совершении от имени умершего. Человек совершает его либо как благочестие, либо как исполнение завещания умершего, и оба варианта являются дозволенными. Первый вариант является узаконенным, то есть завещание этого дела узаконено, и в этом нет никаких проблем. Но вопрос заключается в другом, когда умерший не оставил подобного завещания. Мы скажем «Да, является узаконенным для нас совершить жертвоприношение за этого умершего». Это является праведным делом, и в этом нет никаких проблем. Как вы знаете, шейх, так как мы вам сообщали об этом многократно, у нас есть многочисленные традиции, совершаемые после смерти человека. Например, на третий день собирают пакеты, в которые кладут фрукты и мясо. Поэтому мы скажем им, что если они хотят оказать благочестие умершему, то это шанс для них. Правильно, молодец. Да, мы скажем, что конкретизация третьего дня после смерти раздачи милостыни или мяса или фруктов, у этого нет никакой основы, и это относится к новшествам. Поэтому, о, тот, кто хочет оказать благочестие своему умершему, это время является тем временем, когда ты можешь совершить жертвоприношение от имени этого умершего. То есть они могут скинуться деньгами и купить на эту сумму одно жертвенное животное, принеся в жертву его от имени такого-то человека. Мы скажем, что в этом нет проблем, и никто из них не должен воздерживаться от удаления волос и ногтей, но они только приносят жертву от имени этого мертвого, награда, за которую достигнет его с позволения Аллаха. Хорошо, а что лучше? Например, если человек принесет жертву в обычный день. Нет, мы скажем, что заклание животного в день жертвоприношения лучше, чем если он зарежет его не в дни Элида. Понятно? Например, если человек хочет зарезать животное от имени мертвого в Рамадан или в месяц Зульхиджа, то мы скажем, что зарезать это животное как праздничное жертвоприношение лучше, чем зарезать 10 животных в дни Рамадана. Тут мы имеем поклонение жертвоприношения, цель которого пролитие крови жертвенного животного в этот день. Эти дни – это дни еды, питья и поминания Аллаха. Как мы, как шейх тоже упомянул, вот это получается как шанс такой для тех, кто хочет сделать благодеяние для умерших, для родственников. Это прекрасный шанс, чтобы он правильное садака дал за него. Так как мы знаем, что особенно на Кавказе существует множество обычаев, когда люди на третий день, на сороковой день, когда год проходит после смерти, они режут или барашку, или корову и раздают. Вот лучше всего это сделать именно в день жертвоприношения. И это будет узаконено. А то, что делается в третий день, сороковой день или 52-й, это является нововведением, так как вы в этом случае обозначаете определенный день, который в религии не обозначен. Вот поэтому воспользуюсь этим шансом, кто хочет сделать благодеяние умершему и хочет, чтобы ему награда была перед Аллахом, это прекрасный шанс для вас, баракаллафикум. Также вспомнил вопрос, который задавали. Что касается шести дней, которые в Шауаль бывают, то отвечали, что нельзя, чтобы человек восполнял пост в Рамадан и в эти шесть дней. То есть у него должно быть намерение, что он восполняет пост в Рамадан, а это уже шесть дней как-то отдельно пост держит. Сейчас спросим про эти дни, может ли человек собрать намерение, что он восполняет пост с Рамадана и также постится эти дни, которые, ну как бы пост в них желательный. Тут ситуация обстоит по-другому. Может ли человек, имеющий невосполненные дни поста Рамадана, объединить восполнение этих дней с постом шести дней Шаваля? Мы скажем нет. Почему? Потому что пост шести дней Шаваля связан с постом Рамадана. Поэтому человек должен полностью восполнить пост Рамадана, а после этого постится шесть дней Шаваля. Таким образом, твой пост будет составлять 36 дней. То есть как будто человек держал пост весь год. А что касается десяти дней Зульхиджи, то человек может держать пост в восполнении Рамадана с намерением на пост в эти благие дни. Таким образом, он получает награду с двух сторон. Со стороны того, что он держал пост в восполнении, и со стороны, что он постился в эти благие дни. От Умара ибн-Хаттаба, да будет довольным Всевышний Аллах, сообщается, что он побуждал тех, у кого были долги поста Рамадана, чтобы они постились в первые 10 дней Зульхиджи, чтобы не упустить достоинства этих дней. Понятно? Поэтому мы скажем сестрам или тем, у кого остались долги поста, чтобы они восполнили свои долги в течение первых 10 дней месяца Зульхиджа, и им будет записана награда за восполнение, а также награда за то, что они не упустили благое время. То есть эти дни не подобны днем Шаввале. Почему они не подобны им? Потому что человек держит пост Рамадана и дополняет его шестью днями месяца Шавваль. То есть он нуждается в том, чтобы продержать пост 36 дней. Понятно? Да. А если он объединит намерение поста Шаввале с намерением поста Рамадана, то получится, что он постился 30 дней, а не 36.